МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире первого карагандинского новости. В студии Нэшел Карбек. Коротко о главном. Получить срочную консультацию кардиолога в любом поселке Карагандинской области. В регионе завершается создание единой сети дистанционной телеметрии. 2,5 миллиарда в тенге на восстановление. Уже в следующем году будет завершена реконструкция четырех мостов, разрушенных во время паводка 2015 года. Жители улицы Ботаническая живут как в тюрьме. Вокруг домов возверли заборы, вырубили редкие породы деревьев и заставляют убирать гаражи. Карагандинские врачи смогут получать и расшифровывать данные ЭКГ из удаленных уголков области. Завершается создание единой сети дистанционной телеметрической диагностики. Эта тема обсуждалась в областной администрации на очередном аппаратном совещании. Важнейшей задачей для уменьшения смертности от болезни системы кровообращения является построение системы ранней диагностики в первичном звене. Об этом в ходе аппаратного совещания в областном Акимате сообщил руководитель управления здравоохранения Ержан Нурлыбаев. С этой целью в Карагандинской области завершается создание единой сети дистанционной телеметрической ЭКГ-диагностики. Для этого в 16 отдаленных населенных пунктов устанавливается ЭКГ-аппарат с функцией передачи данных по каналам связи в специализированный центр на базе областного кардиохирургического центра. Это даст возможность среднему медицинскому работе при обращении пациента с болезнями груди в любое время суток снятия ЭКГ передать его специалисту в режиме онлайн в кардиологический центр для проведения квалифицированной расшифровки данных и получения рекомендаций к поведению пациента. При создании данных сети впервые в республике будет использоваться оборудование отечественного производства. Руководитель управления здравоохранения также проинформировал о начале поставки оборудования, приобретенного по лизинговой схеме. Парк техники медицинских организаций пополнится на сумму более 3 миллиардов тенге, в том числе кардиологической и реанимационной, почти на 800 миллионов тенге. В избежание простоя дорогостоящего оборудования заблаговременно идет обучение специалистов. Глава области Нур-Мухаммед Абдебеков поручил продолжить работу в этом направлении. Руководитель управления здравоохранения продолжит работу по реализации дорожных карт по внедрению интегрированных моделей оказания медицинской помощи при инфаркте, карты, травмах, управлением острыми инсультами, и онкологическими заболеваниями службы родоспоможения и детства на 2016-2019 годы, как Державший ТЕС доложил, они разработаны работу вклада Державший ТЕС на постоянном потоке. Также на совещании была обсуждена необходимость создания дополнительных медико-спасательных пунктов на автомобильных трассах области. Всего в регионе работает 7 спасательно-медицинских пунктов. Имеется потребность еще в четырех. Один по направлению Усакаровка-Ошаганды и три по Жасказганскому региону. О кем области Нурмухамед Абдебеков поручил детально рассмотреть этот вопрос. Андрей Тенулжас, Габбасов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Восточно-Казахстанская и Карагандинская области схожи не только природно-климатическими условиями, но и структурой экономики. Об этом говорил глава региона Нурмухамед Абдебеков, выступая на Международном инвестиционном форуме в Ускаменогорске. Промышленники Карагандинской области приняли участие в Международном инвестфоруме «Алтайинвест-2016» в Ускаменогорске. Делегацию возглавил глава региона Нурмухамед Абдебеков. В состав делегации вошли и руководители государственных органов. Карагандинцы побывали на выставке производителей Восточно-Казахстанской области, которая была организована в рамках Международного форума. В форуме приняли участие около 300 делегатов из 13 стран мира. Среди них представители финансовых институтов, инвесторы, представители дипломатического корпуса. В рамках форума представлены 84 проекта Восточно-Казахстанской области на сумму 927 миллиардов тенге. Аким Карагандинской области Нурмухамед Абдебеков, выступая на пленарном заседании, отметил, что Восточно-Казахстанская и Карагандинская области схожи не только природно-климатическими условиями, но и структурой экономики. Встреча с Карагандинской области Аким Карагандинской области отметил, что при имеющемся потенциале областей эти цифры могут быть увеличены в разы. В этой связи он призвал предприятия Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей активнее включаться в вопросы межрегиональной интеграции и кооперации. Нам есть на чем поработать. Товароплоток между нашими областями на сегодняшний день 190 миллиардов тенге. При этом Карагандинск из Карагандинской области и Восточно-Казахстанской области продукции на 133 миллиарда тенге. Цифры, которые мы отряемся на 100 рублей. Из Восточно-Казахстанской области мы снижаемся на 100 миллиардов тенге. Мы съездим, мы двигаемся на 100 миллиардов тенге. Особое место занимает сотрудничество в сфере туризма. Три туроператора из ВКО, а также Катон-Карагайский национальный парк заключили договор о сотрудничестве с Каркаралинским национальным парком. Планируется, что партнеры будут продавать экскурсионные туры жителям Восточно-Казахстанской области, а также российским туристам, которые часто приезжают в приграничный район. В числе тех, кто заключил договор с Каркаралинским парком, директор компании «Премьер-Тур» Валерия Топольняк. Мы надеемся, что у нас появится многое наследие, что туристы будут ездить не только в ближайшие места Восточно-Казахстана, но и в Казахстане. И эти форумы, значит, там есть много интересных национальных и национальных и национальных и национальных. В рамках инвестиционного форума также состоялось подписание соглашения между акиматами Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей. Также заключен меморандум о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и иных сферах между администрациями двух областей. В следующем году будут восстановлены четыре моста, разрушенные паводками в 2015 году. 25 октября первый заместитель Акима области Аслубек Дусибаев осмотрел работы по реконструкции моста через реку Сакур на автомобильной дороге Караганда-Сарань-Шахтинск. Асиль Сазамбаева с подробностями. В 2015 году в результате обильного паводка полному разрушению подверглось четыре моста области. На их восстановление необходимо порядка двух с половиной миллиардов тенге. Параллельно идут работы по восстановлению трех мостов в Бухаржираусском, Каракарелинском и Нуринском районах, которые планируется завершить также в следующем году. Начался 10 октября, заканчивается на 17-м году, в мае 2 месяца. В этом году будет демонтаж моста и объездная дорога строится. Сам мост длины 36 метров удлинится до 55 метров. И пропускная способность в два раза в два раза. Таким образом пропускная способность в два раза в два раза. Из-за разрушенного моста в настоящий момент трудности с транспортным сообщением испытывают жители поселка Восьмидомики и городов Шахтингс, Сарань. Новый мост будет увеличен по габаритам и протяженностям. И, что самое важное, рассчитан на более высокие нагрузки, в том числе и паводковых вод. Сейчас начали мы демонтаж мост и объездную. Потом планируем буронагивные сваи в этом году. Останавливаться не пути, да? А? Останавливаться? Нет, останавливаться. В последующем работы по восстановлению мостов области будут продолжены. По итогам рабочей поездки Асалбек Дюсибаев дал ряд конкретных поручений ответственным лицам по вопросу восстановления разрушенных мостов. Ассель Сазанбаева, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Жители улицы Ботаническая живут как в тюрьме. Вокруг возвели заборы, вырубили деревья и заставляют убирать гаражи. Их дома находятся около Ботанического сада, территория которого, по словам возмущенных граждан, относится к холдингу «Фитохимия». В проблеме разбиралась Лариса Хусейнова. Со слезами на глазах о своих проблемах рассказывают пенсионеры. Их дома находятся около Ботанического сада. В этом районе много лет назад люди высаживали деревья, ухаживали за ними. Но их безжалостно и без согласия жильцов вырубили в короткое время. Вот мы пенсионеры, мы не можем пойти в магазин даже. У кого транспорт есть, тому проще, конечно. А мы изолированы и все. Как в тюрьме вот сидим и все. В тюрьме сидим. Кроме этого, у жильцов есть другие проблемы. До ближайшего магазина идти около трех километров пешком. Теперь, по словам жителей, фитохимия начала расширение границ. Как отмечают пенсионеры, на месте предполагаемого ограждения были вырублены редкие породы деревьев. А гаражи, проходящие по линии будущего забора, представители фитохимии принуждают людей отодвигать. А сейчас мы тут огородики несчастные по стоточке сажали. Он нас вытурил. А сейчас вот тут вот между забором и этим кусочек мне сосед отдал, он занимал раньше. Так они теперь отрезают его. И вообще тут тень, ничего не получается. А там остается два метра. Ну что это такое? Ужас какой-то. Нашу территорию забирают. А они вот этот забор могли бы вот так по диагонали туда пропустить и оставили бы нам огородики. Жильцы дома обращались с жалобами в Акимат. Там посоветовали обратиться в управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Как утверждают жильцы, ответа из управления нет с августа. Для журналистов стало серьезной проблемой определить, кто и зачем спиливает деревья и собирается продлевать забор. Соседствующие предприятия, фитохимия и карагандинский фармкомплекс перекладывают ответственность друг на друга. Они в адресе ничего не продлевали, вот как у нас есть, вот есть. То есть вот только удовольствие? Мы физически не можем даже. А остальное получается комодность? Соседствующие предприятия? Соседствующие предприятия. Это не наши застройки. Это карагандинский фармкомплекс. О каких застройках речь? Карагандинский фармкомплекс. Комплекс, который вон тот, да? Да какие застройки вот здесь? Смотрите, там забор. Какой забор? 14-й дом, там забор расширяют. Вот полный фитохимия, карагандинский фармзавод. Дальше вот эта территория, огражденный, видите, забор? Это карагандинский фармкомплекс, это вот это здание. Если вы хотите пройти на территорию, вы должны официально письмо составить на имя руководителя организации Адекина Саргазума. Нет, мы хотели бы выяснить, почему. У нас нет застройок, тут ничего не строится. Пока не удалось выяснить, для чего вырубают деревья. Этот вопрос остается у нас на контроле. Лариса Хусынова, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Далее о происшествии. Крупная авария произошла на автотрассе Тимиртау-Караганда. В результате столкновения легкового автомобиля и пассажирского автобуса один человек погиб. Четверо госпитализированы. По предварительным данным, аварию спровоцировал гололед. Аймамрина продолжит. Авария на автодороге Тимиртау-Караганда произошла рано утром. Автомобиль Приора вылетел на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом. 26-летний водитель Приоры скончался на месте. Еще четверо госпитализированы. По данному факту начато досудебное расследование. По факту дорожно-транспортного происшествия на автодороге Караганда-Тимиртау начато досудебное расследование по статье 345 часть 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан назначена соответствующая экспертиза. В результате дорожно-транспортного происшествия все три автомашины получили механические повреждения. На месте ДТП скончался 26-летний водитель автомашины Приоры. Сотрудники ДВД Крэганидской области предупреждают всех водителей транспортных средств в связи с ухудшением погодных условий быть осторожным и длительным на дорогах. Известно, что после столкновения с Приорой автобус столкнулся с другим автомобилем марки Пежо. Госпитализированные находятся в клинике имени профессора Макожанова. Троим пострадавшим врачи провели экстренную операцию. Один находится в реанимации. Пациенты поступили в 8 утра. Четыре человека. Трое из них оперированы с черепно-мозговой травмой, травмой живота и повреждениями сосудов. И у всех имеется скелетная травма. В настоящее время все пациенты находятся в реанимационном отделении. Состояние тяжелое. Крайне тяжелое, стабильное. О прогнозах говорить еще рано. Следующий день покажет. Напомним, это уже не первый случай аварии на дорогах из-за гололеда. В связи с ухудшением погодных условий полиция убедительно просит всех водителей быть бдительными. Айя Мамрина, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. 27 октября в центре Караганды откручат холодную воду. Это касается потребителей, живущих в домах по проспекту Нуркена-Абдирова, улицах Гоголя и Алиханова. Подрядная организация Багдар-1 и компания Караганды-Су планируют ввести в эксплуатацию участок нового водопровода, проложенного по улице Гоголя. Его протяженность составит 640 метров. Реконструкция водопровода была необходима, так как действующий был сильно изношен. Он был введен в эксплуатацию более 35 лет назад и обслуживал порядка 70 тысяч человек. Реконструкция проводится по программе Нурлежол. Планируется заменить трубы по улице Гоголя протяженностью 4 километра 135 метров. Подрядчики обещают, что срок действия новых полиэтиленовых труб минимум 50 лет. На сегодняшний день подрядчики проложили уже больше 3 километров труб. Работы ведутся с опережением графика. 27 октября питьевой воды не будет в домах с 32 по 50-й дробь 1 на проспекте Нуркена-Абдирова, с 47 по 68 дома на улице Гоголя и с 34 по 40 на улице Алиханово. У нас согласно договорному обязательству 3 года гарантии несем. Слажда полный грамот. Но в принципе как. то, что озвучено было у нас используется качество и современные материалы. Переживать и все это сам. Горожанам нашего города даже не стоит. Все будет, соответственно, нашим требованиям технических норм и все будет в порядке. Реконструкция проводится по бестраншейной технологии методом горизонтально направленного бурения. По словам подрядчиков, новый метод позволит избежать массу неудобств в будущем. Работы по реконструкции планируется закончить уже в ноябре. Благоустройством территории компании обязуются заняться в теплое время года. Караганды-Су приносит извинения своим потребителям за временные неудобства и рекомендует запастись питьевой водой на 27 октября. Айя Мамрина, Улжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Несмотря на снежную погоду, в Карагандинском детском саду Гаухар провели осенний бал. Родители и воспитатели вернулись в теплые осенние дни. Такую атмосферу им подарили малыши. В детском саду Гаухар подобные праздники – лишь один из методов развития творческих способностей малышей. Здесь учатся около 300 воспитанников. Дети обучаются на трех языках. Родители очень рады, что выбрали именно этот садик. Мы в первую очередь благодарим наших воспитателей, нашего директора этого детского сада. Замечательный детский сад. Моя дочь очень довольна. Действительно, они воспитывают из них хороших людей. Сегодня у нас такой праздник замечательный – осенний бал. Мы сами очень волнуемся, так же, как и наши детки. Малыши показали свои таланты. Одни рассказывали стихи на казахском и английском языках, а другие мастерили подделки на осеннюю тематику. Мы долго готовились к осеннему балу, учили стихи на разных языках и готовили подделки. Этот праздник мы посвятили 25-летию независимости Республики Казахстан. Осенний праздник – отличный способ рассказать детям об окружающей среде и привить любовь к природе. В процессе рисования или изготовления подделки малыш работает вместе с родителями. И это отличный повод пообщаться друг с другом и лучше понять членов семьи. Бывает так, что совместная творческая деятельность и общие впечатления остаются в памяти ребенка на всю жизнь. При этом у детей развиваются художественные способности и воображения. Лариса Хусынова, Жасулам Уклубеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Со счетом 7-1 карагандинские хоккеисты разгромили команду Зауралия и Скургана. Таким образом, Сараарка занимает первое место в турнирной таблице чемпионата. 24 октября на ледовой площадке Караганда-Арена состоялся очередной матч в рамках высшей хоккейной лиги. С первых минут инициативу в игре захватили карагандинцы, но оборона курганцев отбила несколько настойчивых атак. На 14-й минуте Олег Ломаку и Иван Исаев с интервалом в 21 секунду дважды поразили ворота курганцев 2-0. Во втором периоде ситуация на льду кардинально не изменилась. В начале игрового отрезка Антон Сагадеев третий раз огорчил вратаря гостей и тем самым спровоцировал замену голкейпера у курганцев. На экваторе поединка Сергей Твердохлебов сыграл очень грубо против соперника и заработал штраф. За Урале почти сразу одну шайбу отыграло 3-1. А вот дальше курганская команда заработала глупое удаление за нарушение численного состава и карагандинцам удалось удержать контроль над игрой. А незадолго до перерыва Вячеслав Андрющенко восстановил отрыв Сарарки в три шайбы 4-1. Заключительная 20-минутка ничего положительного для Зауралья не принесла. К 47-й минуте на табло горели совсем неприличные 6-1. После этого курганцы совсем приуныли и моментов у ворот Сарарки практически не возникало. Окончательную точку в разгроме за 31 секунду до финальной сирены поставил результативный бросок Данилы Файзулина 7-1. Да, такой вопрос хороший прокомментировать игроку. Что там комментируют? Все понятно, все видно на таблогу. Одна команда играла, другая мучилась. Ну, понятно. Ну, такое случается. Надо это пережить. Конечно, разберемся, посмотрим, почему так произошло. В общем-то, кое-какие объяснения есть. Но это все уже внутренние дела клуба. не для меня. Главный тренер Сара-Арка заявил, что играли прежде всего для болельщиков. Мы хотели бы благодарить ребят, команду наших болельщиков с победой. Радует то, что играли, играли до конца. Играли прежде всего не только для себя, но и для болельщиков. Всех с победой. Готовимся дальше. Следующий матч в рамках домашней серии карагандинская команда проведет 26 октября против Орского клуба «Южный Урал». Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. На этом у нас все. Если у вас есть интересные новости, звоните на номер 42-06-49. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова